Библейский портал экзегет.ру представляет 41 глава пророка Иезекииля. Читаю свой перевод с небольшими комментариями. Мы с вами в идеальном храмовом комплексе. Уже в прошлой главе мы туда попали. Изведение Иезекииля. 14 лет назад разрушено Иерусалим. Все плохо. Возрождение не ожидается в ближайшем будущем. И вдруг Иезекииль видит некого архитектора. Человека с мирной тростью. Ну, вообще скорее ангела, чем человека. Который проводит его по новому храму. По храму, который построен абсолютно идеально. Иезекииль начинает, естественно, снаружи. Описывает в прошлой главе очень подробно стены, ворота, пороги. То есть, описывает границу между этим священным пространством и пространством обычной жизни. И как пересечь эту границу. А вот в конце 40-й главы они подходят вместе к храму и начинают уже измерять внутреннее храмовое пространство. До этого внешние дворы и все, что отделяет их от обычного города. Он подвел меня к храму, измерил торцы стен по ту и по эту сторону от входа, по шесть локтей. Сам вход был в 10 локтей шириной, и стены были по 5 локтей, стоя с другой стороны от входа. Помещение за ним было 40 локтей в длину и 20 в ширину. Вот вновь самое главное, самое первое – это вход. То есть, пересечение уже не священного и обычного границы между ними, но пересечение границы между священным и еще более священным пространством. Итак, помещение за ним было 40 локтей в длину и 20 в ширину. Он прошел ко входу в следующее помещение, измерив торцы стен по 2 локтя и стены по 7 локтей, стоя с другой стороны. А сам вход – 6 локтей. Напомню, что локоть – это вот наш с вами обычный локоть, то есть, чуть меньше полуметра. Но тут с самого начала сказано, что в храме особая мера – это локоть с ладонью. То есть, это где-то 60-70, может быть, даже сантиметров. Ну, храм он больше всего. Храм оршин им, в общем, не измерить. Нужен особый свой храмовый оршин. Он измерил это помещение 20 локтей в длину и 20 в ширину, как и в первом помещении. Он пояснил мне – это святая святых. Слушайте, какой прозаизм. Они заходят в самую священную часть храма. Но внутреннее святилище состоит из двух частей. Святое и святое святых – это как бы дом, в котором живет Бог. Символически, конечно. Святое святых – это его внутреннее помещение, вот его частная территория. А просто святое – это как бы гостиная, куда входят священники, где они оставляют хлебопредложения, сжигают благовоние и так далее. И вот здесь как будто, я не знаю, как будто риэлтор водит человека по квартире на продажу, они там меряют площадь, да, еще ничего нет, все пусто, голые стены, пол, потолок, но уже, понятно, кубатура, да, уже мы знаем, сколько сюда надо там чего поставить. И вот такой абсолютно риэлторский подход к описанию нового храма. Слушайте, где его благоговение? Прямо непонятно. Ну, мы к этому еще вернемся. Он измерил толщину храмовых стен, шесть локтей, по периметру храма шли боковые комнаты, да, то есть это внутренние помещения, а есть еще внешние, очень много подсобных помещений, но храмовый комплекс – это же огромное хозяйство, там эти священники, левиты, певцы всякие, прислужники, стражники, ну, куча народу, у них множество всяких подсобных предметов, материалов, там, провизии и прочего, где все это хранить, где все это раскладывать. По периметру храма шли боковые комнаты, четыре локта шириной, то есть полтора-два метра. Эти комнаты были расположены одна над другой по всему периметру, в три ряда, по тридцать в каждом ряду, еще и в три этажа, да. Перекрытие нижних комнат служили опорой верхним и не вдавались в стену самого храма. Не очень понятно как, но какая-то вот такая сложная подвесная конструкция, что они вот не сжирают внутреннего храмового пространства, они независимы. По всему периметру верхние и боковые комнаты были обширнее нижних, так что храм расширялся кверху, да, они еще и распространяются. Архитектурно в этом смысла нет, но может быть, некоторый такой образ, вот есть храм, его кратко описали, а есть вот все то, что на храм навешано, настроено, добавлено, приделано, да, и оно все больше и больше и больше. Так обычно устроена религиозная жизнь. Есть вот самое главное, а есть куча подробностей, которые уже бытовые, ритуально такие, культурные, и в общем их все больше и больше. С нижнего уровня на верхний вела лестница, проходившая через средний уровень. Я увидел, что храм стоял на особом возвышении, в одну тройство, в шесть локтей. Оно служило основанием и для боковых комнат по всему периметру. То есть вот храм, он выше, а комнатки вокруг, да. Внешняя стена боковых комнат была в пять локтей толщиной, между боковыми комнатами храма и служебными помещениями оставалось пространство в двадцать локтей по всему периметру храма. Входы в боковые комнаты были со стороны этого пространства, в одни северные, другие с южной стороны. Перед ними возвышение продолжалось на пять локтей по всему периметру. С западной стороны перед этим пространством было отдельное строение. Его внутренняя ширина семьдесят локтей, длина девяносто локтей, а все стены были по пять локтей толщиной. Вот внутреннее его интересует гораздо меньше, чем внешнее. Такое ощущение. Но поскольку все надо померить, то внутри там всего два помещения, а здесь сколько этих комнат. Он измерил храм сто локтей в длину. Пространство за храмом вместе с отдельным строением, учитывая толщину его стен, было сто локтей. И пространство перед храмом с восточной стороны было тоже шириной сто локтей. Он измерил строение, которое прилегало к открытому пространству позади храма. Сто локтей в длину. Сто и с другой стороны к нему примыкали галереи. Первое помещение внутри храма Внутренние помещения, галереи, двора и ниши, и трехеростная галереи были обшиты деревом от пола до окон. Это были глухие окна. Не очень понятно, что имеется в виду, но какие-то такие вот закрытые сверху, чтобы только немножко света было. От самой дверной притолоки в храме и в наружном, и во внутреннем помещении на равных расстояниях были сделаны изображения херувимов и пальм. По пальмам между каждыми двумя херувимами. У херувимов было по два лица. С одной стороны на пальму смотрело человеческое лицо, а с другой – львиное. Вот херувимы, кстати, сегодня обычно их представляют себе такими пупсиками, малышами голенькими. А это довольно грозные существа в изображении с львинами и человеческими лицами. Такие вот какие-то очень охранники в этом дворце. В дворцах ассирийских царей тоже были статуи львов и быков с крыльями и человеческими лицами. Очень похоже на то, что описано здесь. Так было сделано по всему периметру храма. Херувимы и пальмы покрывали стену от самого пола и до дверной притолоки. Вход во внешнее помещение был с квадратными косяками, и так же выглядел вход в святилище. Жертвенник был деревянным, три локтя высотой, боковые грани по два локтя. Его рога, то есть то, что торчит на углах жертвенника и позволяет сверху положить тушу животного, чтобы оно не задавило огонь, который горит на нем. Жертвенник был деревянным, три локтя высотой, боковые грани по два локтя. Его рога, основания и стороны были деревянными. Он сказал мне, вот стол, стоящий перед лицом Господа. В храм, как и в святилище внутри храма, вели двойные двери. Каждая дверная створка состояла из двух частей. Обе из них вращались, две части у одной створки и две у другой. То есть, вероятно, верхняя и нижняя. То есть, можно было только нижнюю открыть, чтобы зайти. На дверях в храм были изображены херувимые пальмы, точно как на стенах. Над дверями в храм с наружной стороны был деревянный навес. На боковых стенах притвора, с той и другой стороны, были ниши с изображениями пальм. Над боковыми комнатами тоже был сделан навес. Почему Иезекииля описывает так подробно все эти архитектурные детали? Абсолютно не интересуется пока, по крайней мере, происходящим. Да и будет ли интересоваться дальше? Нет, ну будет, конечно. Но как бы не очень. Вот я перелистываю все дальнейшее. Нет, не очень. Он устанавливает сцену. И смотрите, может быть, вот ровно в той ситуации, когда храм разрушен, все пропало. И израильтяне могут, конечно, услышать проповедь о восстановлении храма, но это какие-то общие слова, это какая-то такая риторика. Да, все будет хорошо, да, Господь восстановит нашу жизнь. Он уже говорил в предыдущих главах довольно много об этом. А вот когда локти померяны, а вот когда как устроены ворота, какие лица у херувимов, где там у них пальмы, сколько у них там толщина стен и все такое прочее. Вот значит, это уже совершенно точно будет. Вот это уже конкретное описание. Может быть, только для этого есть эти архитектурные детали в этой книге. Может быть, только до этого. Хотя в них, наверное, можно увидеть более глубокий смысл. Ну, мне, надо сказать, не очень-то это удается. Следующая 42-я глава будет опять-таки про описание храмового комплекса. Субтитры создавал DimaTorzok